И снова здравствуйте! Мы продолжаем наши прямые эфиры. Всегда честь встречать в студии у нас Александра Мартынинка, главу интерфакции Украины. Александр, здравствуйте! Добрый день! Ну, вот традиционный же вопрос, выборы начались по-настоящему под елочку 31 декабря, и все сразу завертелось, закружилось, и как-то понеслось кувырком. И совершенно неожиданно разразился, ну, если хотите сказать, я не скажу скандал, но разразился такая дискуссия живая в отношении, конечно, социологических рейтингов. Очевидно, что такая дискуссия была положена еще где-то там на выборах Трампа и Хиллари, когда все это было тоже у них там все как-то вот понеслось кувырком. Но тем не менее, вот вы же как человек, который много чего, ну, извините, в силу своего профессионального опыта видели в этой стране, это нормальная ситуация, вот скажите, то, что вот все это начинается прямо вот как-то так. Хотя социологи вот стали как-то давать больше интервью, объяснять людям ситуацию, но ведь люди по-настоящему все равно далеки от того, что происходит, и воспринимают некоторые рейтинги как, если хотите, рекламу. Ну да, ну, начиная с Соединенных Штатов выбора Трампа, я, все считают, что это был крах социологии, что они там, значит, все предсказали Хиллари победил Трамп, я хочу просто напомнить, что Хиллари на самом деле набрала на 2 миллиона голосов больше. И на самом-то деле национальный опрос, который все давали, отдавали цифры национального опроса, он был абсолютно правильным. Другое дело, что там появились штаты отдельные, так называемые эти колеблющие штаты, где действительно не угадали. Но это там касалось двух-трех штатов, там же система выборщиков в Америке, поэтому человек набирает на 2 миллиона больше голосов и проигрывает. Поэтому там социология, все хорошо, кстати. А что касается нас, ну, правильно сказали, и опыт, и возраст напоминают мне о том, что вы все это видели. Все это было, наверное, начиная с выборов 90, это было памяти восьмого года парламентских, когда в монокрестопонии, что это социология на седьмом году, существование, значит, государства. И пиар-социология как класс, она появилась тогда. И мы 20 лет с этой пиар-социологией живем. При этом основное, конечно, такая целевая аудитория, да, пиар-социологии, на самом деле, не люди даже. И не граждане, и не избиратели. Потому что кто-то придумал миф о том, что вот есть такой стадный инстинкт, что люди голосуют за лидера, за там, все это ерунда, на самом деле. Ерунда, да? А мы думали, правда. Да, чисто это ерунда. Ну что вы. На самом деле люди, особенно при наличии 40 кандидатов, голосуют за того, кто, в первом туре, за того, кому кто нравится. Это же вопрос общественного мнения, такой большой. И при таком выборе, ну, это, на самом деле, неправда. По второму туру, там действительно вопросы есть, потому что там действительно поступает понятие такое лидерство. Ну, как говорят некоторые психологи и социологи, что теоретически на какую-то часть населения это может влиять, потому что они хотят принкнуть победителю и так далее. На какую, кстати, никто толком не знает. На какую именно часть. А вот, а на самом деле, это, эти все, все персоциологии рассчитаны исключительно на региональные, как правило, элиты, которым дается сигнал, с кем надо работать, кого надо поддержать. Вот, и на первом туре, и во втором. Ну, нарисовали цифру, значит, они там посмотрели, бизнесмены и всякие товарищи, мэры, на местах, говорят, о-о-о, значит, шансы у них есть. А у них же главная задача остаться при любой власти. То есть, не играть на кого-то, а остаться при любой. И поэтому, допустим, если они видят четыре, условно, четыре кандидата в президенты, которые могут стать президентом, они работают только с двумя. Вот. С двумя, которые впервые. Ну, вот первыми, да. А появляется еще кто-то, кто может вдруг встать ни с того, ни с сего. Значит, для них это сигнал, они чешут затылки и говорят помощнику, так найди ми их координаты, вот эти вот, еще одного, он тоже может. Вот. Потом выходят на него и говорят, если что надо, пожалуйста, вы же там приходите, мы же, если что, поддержим, и так далее. То есть, это, на самом деле, работа сливает туре, это они. Они никак. Так, это важно, особенно на этапе подготовки и на этапе, собственно, вот в начале, я бы сказал, предвыборной кампании. Сейчас уже поздновато, потому что уже все определились. Вы думаете? Более или менее, да. Так, подождите, все вокруг только и говорят, что у нас там не определилось еще 60%. Нет, я имею в виду, определились вот эти самые религиональные элиты в том, что поддержать нужно всех. На всякий случай. Какое хорошее определение. На всякий случай. То есть, каждому свое. Этому сказать, что, значит, приходи к нам на телекомпанию мою собственную, с удовольствием. А тому сказать, что, значит, мы разберемся с комиссиями. Тут открыточку послать от своего имени. В общем, если возвращаясь к яйцам, известным по всем анекдотам, то это все яйца во все корзины и корзинам. Яйца во все корзины как раз и раскладываются. Главное, чтобы яиц хватило в этом случае. Извините уже за... У крутых ребят, которые мэры, особенно крупных городов, у них хватает. Большое хозяйство у них там, да, где кур выращивают. Там еще себе что-то останется. Ну, вот интересный же тренд неожиданный. Такого никогда же в истории Украины не было, когда были разные политические силы, когда просто они неоткуда появлялись, и вдруг там набирали за счет телевидения какой-то очень высокий рейтинг, и все было замечательно. Кстати, даже вот Народный фронт вспоминается, да, прошлые выборы. Ну, тут другая ситуация. Зеленский как феномен. Вот даже не просто как, допустим, даже личность, а как феномен, потому что показ личности... Мы его очень хорошо знаем как артиста, а вот как личность тоже мало его знаем, на самом деле. Да, ну, вообще, если честно так подумать, то это, конечно, даже не феномен никакой. Это отражение тенденции общеевропейской, мировой, если хотите. А появление несистемных кандидатов – это, в общем, признак последних лет, там, пяти, семи, а то и десяти. Потому что, на самом деле, в Европе, на самом деле, первая такая несистемная партия, которая добилась успеха, насколько я помню, это была Испания, где была такая партия по демосу, это была середина 2000-х, нулевых, точнее говоря. И вот эти ребята, которые там в свитерках, в футболочках вышли и попали в парламент. Но они были все-таки более левой идеологией, там идеология имелась все-таки в основе. А потом был известный Пепе Грилло, или параллельно с ним в Италии «Движение 5 звезд». А последнее время – это просто тренд. Ну, по большому счету и Трамп тоже. Это тренд европейский и мировой. Это появление людей, которые находятся среди избирателей. На среди избирателей есть очень много народу, которые считают, что элиты оторвались от простого человека. А элиты в этом виноваты, конечно, прежде всего. И это в относительно благополучных странах, где все более-менее работает, где министры ездят не на мерседесах, а на велосипедах. Где все под контролем. И даже там существует вот такое представление о том, что они оторваны. Что уж говорить про здесь. Поэтому общемировая такая европейская тенденция наложилась еще на качество нашей элиты. То есть она удвоилась, я бы сказал, все этот эффект. Кроме того, что она оторвана, она еще и на это посмотрите на нее. И плюс разговоры о том, что популярное последнее время, что 28 лет мы что-то строили, строили, ни черта не построили, поэтому что-то нужно делать. Остроили все, кто сейчас находится в политиками, так или иначе. Включая тех, которые находятся последние 5 лет, они тоже уже попали в то положение, когда строили, строили, и что же вы наделали. В том числе и молодое так называемое поколение, европтимисты и прочее, прочее, прочее. Они уже тоже часть истории. Понимаете, появление Зеленского говорит, что они все в истории уже. И поэтому, естественным образом, я считаю, что это было предопределено, но появляется человек, который противоставляет себя всей системе. Вообще, на самом деле, Зеленский – это незаконно рожденный сын всей нашей украинской политики. А незаконно рожденный, потому что никто не признается, что это он его родил, а сын, потому что это они его родили. На его месте мог быть кто угодно. На его месте мог быть и Слава Вакарчук, действительно, если бы он где-нибудь в августе прошлого года или в сентябре заявился об участии. Как сказал один мой знакомый, напился бы, был бы. Ну, в смысле, сбросил бы себя все эти мысли по поводу того, как это будет, эти сомнения, напился бы и заявился бы. И был бы на его месте. Потому что потребность такая существовала и существует. То есть, вот огромное недоверие, когда мы смотрим все эти рейтинги, возвращаясь в свой уровень, огромный уровень недоверия ко всем. Ну, практически ко всем. А тем, кто был, вы видите, ну, так получилось, потому что это наложилось на не опять несбывшиеся ожидания от революции 2014 года, опять разочарования и в этих разочарованиях. Поэтому, когда перебрали всех, в том числе, я же говорил, молодых европтимистов, выяснилось, что должен быть кто-то другой. А тут другой – это вот вовремя появившийся на экране Володя. Ну, вот и все. И это теперь, это действительно, он, собственно, и породил эту главную интригу того, что будет дальше. То есть, не он, а даже его появление. Я бы все-таки его отделил личность от его как фактора. Он фактор, он просто такое олицетворение. Кто-то говорит, да, там, голосующий против всех, кандидат против всех получил изображение, лицо, прическу и тембр голоса. Важно от того, что как-то повлияет то, что он говорит или нет? Потому что ведь тут есть два. Вот вы сказали, у них была идеология скорее левая. И вот тут ключевое слово – идеология. Вот если посмотреть на то, что происходило, да, ведь по большому счету Владимир Зеленский никогда даже не заявлял, не то, что каких-то там политических лозунгов не делал, но он даже социальных не делал. Ну, у нас же нет политического расслоения, да. Это же в разных странах есть левый, правый, центристы, все остальное. У нас же ничего такого нету. Потому что у нас все социально ориентированные рыночные экономики, как известно. Потому что это мы в Европу стремимся, а у них же так? Нет, у них так, но мы стремимся же, мы же не там еще. Поэтому мы в процессе. А в процессе появляются, собственно, лидеры, и голосуем за человека, хороший, плохой, честный, нечестный. Вот, и поэтому тут не работает идеологический маркер, там, социалист, либерал, нет. И к тому же еще речь идет не о том, чтобы выбиралась там левый популист против правых, значит, консерваторов, как это обычно в Европе делается, а как просто человек против системы. Неважно, какой она, никто не разбирается, они левые, правые, там, Гриценко, Тимошенко, Порошенко, какая разница. Вот идея о том, что они все одинаковые, она глубоко засела в людях. Чему, в общем, эту идею породила сама эта элита, сами эти политики. Когда народ смотрит одно из многочисленных, по-моему, 16 штук ток-шоу сейчас, значит, на телевизоре, и смотрит на этот цирк, а потом переключается на 95-й квартал, он понимает, что 95-й квартал просто лучше сделан. Потому что там есть сценарий, а тут его нет. Там, в общем, ну, не плохие, скажем так, артисты, а здесь плохие. И поэтому, если выбирать это дело как телепродукт, то, безусловно, все, без исключения ток-шоу, уступают 95-го квартала. Я уже молчу про фильм «Слуга народа» 1, 2 и в будущем 3. Это даже рядом не стояло. Поэтому все называется «Бусть берутность». Да, и потом, когда два человека на этом ток-шоу стоят и друг друга обвиняют в краже, в воровстве, непрофессионализме, бездарности и все остальное, после того, переключившись на другой канал, досмотревшись до конца эту программу, зритель понимает, что перед ним два человека, два вора, две бездарности, два непрофессионала. Ну, потому что они очень убедительны, когда они говорят про кого-то другого, про своего оппонента. Вот. И все. То есть, с этих двух вычеркиваем, пришлем к следующему. Следующие точно такие же. И поэтому, и возникает впечатление, что все одинаковые. Поэтому у кого не выбирай, какая разница, прошлых, нынешних, будущих. А тут приходит человек и говорит, ребята, они все одинаковые, попадают в точку. Вот в то, что люди, собственно, видят. Я же говорю, поэтому он на самом деле плод от плода, плоти нашей системы. И действительно, все его родители, вся нынешняя власть, вся нынешняя оппозиция и примкнувшие к ним политологи. Александр, вот снова апеллирую к вашему опыту. Скажите, возможно ли в Украине победа такого человека, как Зеленский? Потому что многие социологи в кадре за кадром, они говорят, мы же что, мы меряем, да? Но мы же не учитываем подкуп, фальсификации. Фальсификации, причем на всех разных этапах, начиная от местных ЦВК и заканчивая Центральной избирательной комиссией. Или какими-то серверами, или всем, чем угодно. Вот отсутствие партии, вот есть такой фактор. Но отсутствие партии, отсутствие команды, отсутствие многих факторов. Возможно ли вообще победа в Украине? Возможно. Социологи, просто у нас ученики и политологи, очень редко сталкивались до сих пор с таким фактором, таким явлением, когда кандидата несет к победе. А вот я часто вспоминаю, выборы в Крыму 93-го года, если не ошибаюсь, 92-го, 93-го, наверное. Все-таки выборы президента Крыма. Схожесть в том, что и тогда, и сейчас, эти выборы состоялись после больших потрясений. Тогда это был распад Советского Союза. Это вы про Мешкова сейчас, да? Да, а распад Советского Союза сейчас, вот, Майдан, все потрясения, война и так далее, и тому подобное. И тогда был совершенно благообразный кандидат по фамилии Багров, которого сейчас мало кто помнит. Он был очень уважаемый в Крыму человек, очень уважаемый. Его все уважали, он был хороший, на самом деле, мужик. Он хороший организатор, он был известный человек. Больше того, он был фактически, ну, так совместный, поддержанный Киевом и Москвой, потому что он всех устраивал на тот момент. И все понимали, что Багров, ну, он нет альтернативы человеку. А к появлению там Мешкова отнеслись даже в Москве многие. Да, господи, ну, пусть я там бегает, попробует что-то там, парашютист, там, он часы будет переводить на час на московское время. Господи, ну, такой, неуравновешенный товарищ какой-то. Типа пусть будет, может, там какие-то процентов 5 наберет. Потом я звоню в день выборов своему корреспонденту, говорю, ну, как там дела? Он говорит, ты не поверишь, ну, вот, как подорванный голосует за Мешкова. А это был такой шок. И какие бы ни были, а у того было все схвачено, комиссии, вот, ну, все, то есть все под контроль. А ничего не сделаешь, потому что они все идут и голосуют. Ничего, и что? И какие структуры? То есть можно, там, если разница, там, 1%, 1,5%, там, теоретически, может быть что-то куда-то, хотя это сложно при таком уровне контроля КВЛ сейчас. А ничего не сделаешь, если будет разрыв. Вот, поэтому, в принципе, возможно, конечно. Значит, то, что структур нет, ну, во-первых, структуры у него будут. На него будут работать, я думаю, дружественные кандидаты некоторые, которые участвуют, но не претендуют реально на победу. Вот, а там есть и партийные структуры. Поэтому, я думаю, еще наблюдатели там подключатся, и члены комиссии там будут. Это два, хотя, безусловно, поля важны. Но, поскольку он такой единственный кандидат, который на самом деле, я считаю, присутствие которого в стране во время придумывали компания, я слышал, он не обязательно. А вообще лучше ему, честно говоря, куда-нибудь поехать отдохнуть, потому что работы впереди много. А как показывает опыт последний, он все-таки человек несколько неопытный в этом деле, и каждое появление на людях, его живого, оно как-то не работает в плюс. Да и не нужно это на самом деле, потому что, в конце концов, еще раз говорю, люди голосуют за него, как за символ. Символ сопротивления системе, а не как за конкретного человека, Володю. А символ, он на самом деле должен быть расплывчатый, и не акцентированный такой. И каждый человек должен туда вложить в него, в этот миф, это миф. В этот миф должен вложить свои какие-то ожидания, свои надежды, свои планы и так далее. Поэтому он сам должен дорисовать кандидата своего идеального. Это, кстати, Ющенко, вот самый яркий пример, где каждый в него вкладывал какие-то свои черты. Чем Виктор Андреевич, в итоге появился кандидат, которым Виктор Андреевич не являлся просто. Просто был другой человек, но никто об этом не знал. Это, кстати, многое объясняет. Чего вы раньше молчали об этом? Много лет назад. Может, все бы по-другому пошло, Александр? Не, не пошло бы. Нет, Господи, ну сказал бы я. Нет, все равно, в любом случае, этот миф создавался. И тогда он же, чем он был хорош, он висит в силу, что вот он говорит плохо, расплывет долго, непонятно. Помните там выступление Виктор Андреевича по полтора часа? Конечно. Вот. А люди говорили, я просто помню эти разговоры, там спрашивали, что вы там думаете, простых людей с встречи? Он говорит, ничего не понимаешь, что он говорит, но как он говорит? То есть, они вообще не слышали, о чем он говорит, он красивый. И каждый у себя слышал, значит, в этой красоте, находил что-то свое и какие-то свои идеи. Вот. Точно так же и Володя, совершенно не обязательно, о чем он говорит, это не важно. Он еще раз говорю, он жест, он символ системы. Плюс к тому, а я об этом тоже постоянно говорю, не забывая, у нас 5 лет, 4 с половиной года не было национальных выборов. В такое время, время переломное, время сложное, время, когда... Драматичное, может быть, очень, да. Не то слово. И в это время, ни разу за 4 с половиной года, у людей не было возможности высказать свое мнение о происходящем. А накопилось. Это, кстати, впервые в истории Украины. Никогда такого периода не было. Накопилось. И вот это накопившееся отношение к происходящему, люди, безусловно, выплеснут. И явка будет, я думаю, очень большая, если искусственно не ясно сократят. Во всяком случае, я имею в виду восток-юг, центр. Вот там явка будет такая, которая всех удивит. На самом-то деле. Восток вы имеете в виду, вот, Донецк в области? Нет, я имею в виду Харьков. А, вот. Нет, я не имею в виду тот восток, который в представлении, в формате, как это Россия, представитель Минское соглашения. Нет, это Харьков, это в какой-то месте, Днепр, Запорожье, Николаев, Херсон, Одесса. Вот это. Этот поезд. Там будет очень большая явка. Она будет очень большая в Киеве. Она будет, я думаю, и в центре тоже. По Западу есть вопросы, просто потому, что люди уехали. Это вот фактор, которым тоже нельзя забывать. Их просто нет. Они просто работают в другом месте, имея большие сомнения, что они приедут на Лобжи. Ну вот, раз уж вы провели аналогию с Ющенко, то ведь самое страшное разочарование были же не после Януковича и не после каких-то других президентов. Да, там надежды не было. Самое страшное разочарование это был Ющенко. И я помню, мы опросы делали на улице много позже уже, их спрашивали, готовили люди пойти на Майдань и сказали, после Ющенко нет. И вот в этом смысле, вот этот образ, он тоже как-то тогда заставляет задуматься, если честно, тот, который вы нарисовали. Ну, понимаете, все-таки, для меня самого интересно, как отреагирует народ, и если это произойдет, а это может произойти, это в планере победы, в планере реально. Что будет дальше? Я всем задаю любимый вопрос, давайте представим, 22 апреля, утром, мы пьем чай, что дальше происходит в это время вообще в стране? Потому что такого состояния неизвестности мы никогда не было. То есть мы все прекрасно понимали, победит этот кандидат, будет вот это, победит этот кандидат, будет вот это, победил этот кандидат. И что? И первым, ну, то, что всем, мне, коллегам, которым я разговариваю, первое, что приходит в голову, конечно, о том, что все остальные, проигравшие, все без исключения, садятся за один, ну, сильные кандидаты, садятся за один круглый или овальный стол, и думают, что все с ними делать, и переходят к выводу, что самое реальное, это свершить мечту многих политиков, наконец-то, и быстро превратить эту страну в парламентскую республику. Только быстро. Только сделать ставку, но тогда на парламентские выборы. Вообще, пост президента, его, значит, вообще должность президента свести до такого состояния, чтобы он только верительные грамоты и получал. И больше ничего. Даже почетные звания, чтобы не присваивал на всех случаях. Вот. И чем сделать это уже максимально быстро. То есть, до конца июня, например. А потом уже идти на парламентский, где у каждого своя доля какая-то будет, где много будет прошедших барьер. Можно попутно еще барьер опустить, где-то процентов до двух, до трех. Тогда будет много народу, из этого народу мы как-то там составляем коалицию. Бог с ним, пусть много народу занимает первое место. Вопросов нет. Только мы коалицию создадим другую. Ну, еще большой вопрос. Может ли он за вот эти полгода ведь тоже полгода не будут легкими, правда, с точки зрения экономики? Если у него будут полномочия, во-первых, они будут легкими. Это раз. Но с другой стороны, мы все прекрасно понимаем, что даже в этой системе модели, которая сейчас, еще не обрезанный президент, у него действительно, как у должности президента, возможностей-то не очень много. Вот сейчас, условно говоря, представьте, Петра Порошенко без блока Петра Порошенко. Он кто? Он главнокомандующий? Да. Ну, и командующий. Он там, у него служба безопасности? Да, это рычаг какой-то, да, значит, силовой. И что еще? И все. А все остальное, это экономика, деньги, все остальное, это, в конце концов, правительство, даже сейчас, и парламент, то есть. И на самом деле, у Порошенко роль такая в нашей политике, только потому, что у него есть, условно говоря, половина коалиции, которая реально управляет страной. Если существует президент, тем более такой, тем более не системный, без всех этих рычагов, то, конечно, он вообще ничего не может сделать. Просто ничего. Он может даже к Путину поехать поговорить. Ну и что? Он вернет сказать, ну, съездил, съездил, до свидания, значит, может дальше, дальше разговор, может хоть с ним, хоть водку пить. Вот, но мы не обращаем на это внимания никакого. Поэтому, вот, в варианте Франции, например, как известно, когда появился Макрон, он тоже был, в общем, он все-таки системный политик. Он не системный, в плане того, что он не был выходцем от партии никакой, но на самом деле, мы прекрасно понимаем, что инвестбанкир, он так или иначе, член, часть элиты. Вот, но когда он пришел и выиграл эти выборы, у него не были парламентами, он сразу, как вы помните, были парламентские, он сразу завел туда кучу народа своего. Но разница была около месяца. То есть, сразу. Это один избирательный цикл. У нас полгода. Я думаю, что при правильной работе все равно, в любом случае, при том, что тренд на измене остается, можно сделать так, что за полгода люди не зачаруются, и партия «Слуга народа» попадет в парламент с большим количеством голосов. Мы еще раз говорим, это ничего не значит. Потому что, ну хорошо, ну попадет она, ну выиграет даже она. Каждые вторые выборы в Европе, в стране, партия победитель выборов не попадает в корицу. Потому что все остальные обвиняются, и все, последний момент, последний случай Латвия наша, наша близкая страна, там тоже, там выехала по российской партии, очередной раз, получила большинство голосов на выбор в парламент. И ничего. И в оппозиции спокойно существует. Да, это очень интересно, так что, вот я думаю, что эта перспектива вполне реальная. То есть тогда политикам, конечно, конечно, объединиться. Следующий вопрос, действительно, ну это уже зависит от него, да, может ли он там вытащить, обречаться к народу напрямую, как это, кстати, Трамп тут же и делает, значит, чтобы настроить людей против политиков в целом и поддержать их, и как бы на волне этой взять на парламентских столько, что мало не покажется. Ну, я бы сказал, такая возможность есть, но для этого нужно действительно большое, очень много ресурсов организационных, финансовых людей на местах, и нужно строить эту партию, строить систему, свою систему, контрсистемную. И если у них такие возможности, не знаю. А каким будет в этот момент фактор Игоря Валерьевича Коломейского, неизвестно. Потому что все-таки Игорь Валерьевич, при всех его талантах и яркости его биографии и деятельности, он не является объединяющим фактором. Он никогда им не был, не будет. Он может прекрасно успешно воевать. Но управлять после войны сложно для него. Ну, и отношение к нему, соответственно, во всем. У нас такая своеобразная, у всех и коллег-олигархов, и у политиков тоже. Вот. Поэтому, если не он, то кто это, собственно, будет эту всю историю строить? А для этого нужны, на самом деле, и опыт. Продокс в том, что для того, чтобы построить несистемную политику, тоже нужны люди с опытом работы в системе. То есть, это, на самом деле, ну, все, о чем мы сейчас говорим, на самом деле, это неизвестность. Это называется одним словом. Неизвестность. Вот. Потому что дальше, вот если сейчас это все, вся наша компания идет, как такой, не то чтобы водевиль, такой, я не знаю, как его жанр назвать, оперетта, не оперетта. Ну, в общем, местами смешная, местами основатая, ну, легкая мелодрамка, скажем так. Вот. То, в случае вот этого варианта, это будет триллер. Это будет экшен такой. Это будет постоянно, это будет действие, это будут фигуры, которые будут выскакивать. Вот. Это будет движение, это будут поездки, мотания по городу, встречи непрерывные. Ну, в общем, красота будет. Да, но это красота, чтобы закончить эту, чтобы не было все так красиво и замечательно. На самом деле, это, опасно. Опасно, потому что, знаете, порядка и так не особенно много, и система и так не работает. А если приходит несистемный человек, который начинает ее разрушать, она уже и так добита почти. Она может вообще распасться на части. Потому что хороший несистемный кандидат в странах, где есть система. Которая его уравновешивает? Ну, в общем, на которой все держится. Ее можно менять, ее можно реформировать, ее можно улучшать. И на самом деле, несистемные кандидаты в этом смысле и полезны. Потому что они напоминают в том числе и системным политикам, что ребята, есть люди, про которых вы забыли. Ну, и что они встряхивают систему, наверное, да? Да, конечно. А когда ее нету, а ее у нас практически нету, потому что она и так такая сегментированная, фрагментированная, кто-то чем-то местами управляет, а кто-то нет. Вот, на самом деле, это очень сильный удар по вот этому состоянию и к чему это приведет, на самом деле, мне сказать, сложно. Это опасно. Тем более, внешние условия, тем более, война, тем более, восток, тем более, мы являемся, в общем, действительно полем, полем и фактором, с одной стороны, с другой стороны, полем борьбы и аппаратической, больших игроков, которые тоже захотят в этой водичке чуть-чуть половить. А в этой уже можно будет, кстати, не очень верю в влияние на выборах, а вот после выбора, вот в такой ситуации, тут уже возможны игры. Поэтому, опасно, но да, опасно. очень много рисков. Возможности тоже есть, но рисков очень много. Но вот вы уже заговорили о вмешательстве других игроков после выборов, а вот до выбора ведь существует несколько, вот правда или миф, то, что наши, я не знаю, западные партнеры будут очень сильно влиять, и Россия будет очень сильно влиять. Вот мы все время об этом говорим. Мы говорим, иногда доводим это до фанатизма и говорим, ну вот если его поддержали Штаты, то это уже просто все. Или там вот Россия сделает на него ставку. Ну вот вы вот верите во все это? Вы верите в то, что возможно? Ни у Запада, ни у России нет реальных рычагов влияния на ситуацию в Украине. Ничего себе! Как это? Подождите, как это? Как это? Давайте разбираться. А так это очень просто. А деньги? А солдаты? Деньги уже те, которые выделены, выделены. Имеется в виду международный вольтный фонд. Все. Это было бы влияние, если бы их не выделили. Если бы остановили финансирование. Да и то, я должен сказать, что на самом деле денег бы, даже в отсутствии каких-либо серьезных программ, как мне говорят люди, которые финансово разбираются, их на самом деле хватит. Там до осени точно. То есть это финансово, это не тот случай, когда если нам не кинули сегодня транш, мы завтра умерли. Нет. Резервы есть, они сформированы, поэтому реального финансового экономического влияния у Запада нет. Причем я думаю, что нет даже и желания вот сейчас, вот каких-то идей, которые хотели бы повлиять на компанию вот сейчас, в момент ее хода. ну там же реалисты в конце концов сидят, ну понимают они, что ничего они не могут. А единственное, что их хватает, это они встречаются со всеми кандидатами и спрашивают о них о их планах, а потом думают, после того, как они победят, можем мы с ними работать или нет. То есть они-то говорят с ними не про сегодня, а про будущее. Со всеми кандидатами. Оценивают. С чем нам приведется иметь дело в будущем. Но иметь дело будут с теми, с тем, кого выберут без вопросов, а не с тем, кто нравится. То есть вы сейчас хотите сказать, что украинский народ сам выберет своего президента? Абсолютно точно. Вот просто возьмет и сам его выберет. С Россией еще хуже, потому что там для нас лучше, для них хуже, потому что у них просто нет реальных рычагов раз. У них нет, как бы многим не хотелось бы, нет реальных специалистов, которые бы занимались вот такими тонкими методами работать. Подождите, а про что весь мир говорит? Россия вмешивается по всему миру, меняет системы, меняет, все же переворачивается в наградах. Вмешательство. На самом деле мир дернулся просто потому, что не было никогда такого случая, чтобы выборы, например, в развитых странах, в Западных Штатах, в Европе и так далее, кто-то нагонял каких-то ботов, которые вдруг начинали что-то шлить в соцсетях. Поэтому они совершенно как-то там ничего не поняли, как это вдруг, ни с того, ни с сего, сумасшедшее количество народов, которые что-то твитят, в общем, не существующих. И они, конечно, вздрогнули от этого состояния. Но при этом мы же прекрасно понимаем, что Трампа выбрал не российские боты, и отношение к Меркель в Германии не из-за российских ботов. Ну, во всяком случае, но не только. И партия там альтернатива для Германии это не создано, а исключительно не руководится из Москвы. У нее есть реальная поддержка внутри. Другое дело, что это все их политика, она соответствует Москве. И в общем, к какой-то степени поддерживается Москвой. Конечно. И политически, кстати, не исключаю, что и финансово может быть. Но это я еще раз говорю, для этого есть реальные какие-то основания. А с Украиной, дело в том, что они считают, что Украина – это Россия. Чего тут заниматься ерундой всякой? Это та же самая страна. И сколько бы времени ни прокатило, никак бы мы не объясняли, что ребята, здесь другой менталитет, другие люди, здесь по-другому все это подходит. Нет. Это бессмысленно. Считают, что вот как выбирали в российских регионах, то есть там уже выборов нет, когда выбирали раньше, вот точно так же, вот что Новосибирск, что там, я знаю, там Приморье, что Украина. Принципы одни, но вот работают одинаково, поэтому ерунда это все. Разная другая страна. Глубокая ошибка, за которую они не один раз расплачивались, они и клиенты, их политтехнологов в Украине. Такое было неоднократно. Вот, поэтому, реально, что может быть? Да, телевидения реального у них нет. Здесь, раньше был рычаг телевидения, с тех пор, как его отключили, все-таки, невзирая ни на что, не все разговоры, что кто-то там его ловит, там кто-то смотрит, тарелки туда-сюда, но как фактор российского телевидения в Украине нет. А это был самый главный рычаг влияния, конечно. Вот. Откровенных, значит, людей, которые артикулируют их позицию, да, они есть, они имеют определенную поддержку в электорате, не очень большую, как мы все видим, да, там, на уровне 7-8%, это же нерешающий фактор. Более, чем нерешающий. Ну, вот, собственно, и все. Поэтому, поэтому, вот эти мифы о том, что, значит, именно в этой конкретной ситуации кто-то за нас что-то решит, ничего подобного. Это будет действительно, действительно, выбор народа. А вот тогда дальше давайте пойдем. Все же говорят о том, что, может быть, вмешательство, там, я не знаю, в сервер еще как-то, об этом говорят не только украинские политики, но об этом говорят и западные разведки. И вот, вмешательство Москвы как технология в результаты украинских выборов. Потому что, ведь, если посмотреть, что случилось в Штатах, то все-таки, я думаю, что там, может быть, вот вы сейчас подскажете, все-таки был какой-то элемент этой технологии, да, одной политической силы против другой политической силы. Насколько это была технология, там, вот вы расскажете, наверное, да. Но, тем не менее, когда весь мир вдруг увидел, что даже Америка может зашататься, в каком смысле зашататься, как это Россия вдруг повлияла на выборы в Штатах, то есть для мира это было уже создание какого-то другого мира, где зашатались, там, я не знаю, сам гиганты, да, но ведь, когда у них зашаталось, очень справедливо сказали, что когда пришел внесистемный Трамп, то система закрепила эту страну, не дала ей упасть. А у нас-то, можете себе представить, в наших условиях вдруг такая технология? И особенно, если там, извините, нос к носу, да, вот как-то придут. Ну, понимаете, Трамп, ведь на самом деле, система не то, чтобы у нас закрепилась, система американская, конечно, трещит. И то, что происходит сейчас в Вашингтоне, не прислевел, там, конечно, никогда. Потому что, такого, скажем так, отсутствия порядка и веры в завтрашний день, и понимания, что будет завтра, не было никогда. тогда считалось, что это мировой центр, все нормально, размеренно, все понятно, есть президент, все на него работают, потом приходит другой, президент, теперь все опять на него работают, ничего подобного уже нету, потому что люди не хотят идти работать, многие в администрацию, они не знают, что будет завтра, они не знают, как это вот строчка в биографии о том, что я работаю у Трампа, как кажется, на дальнейшей их жизни, может они будут, у них получат такой черный, желающий билет, никуда вообще не устроятся больше, и так далее, вот поэтому система трещит, но держится, и поэтому, конечно, сам основателям Соединенных Штатов можно только памятник поставить, еще один, потому что они создали такую систему, которая, конечно, даже Трамп, в общем, с ним сопротивляется, и пока успешно, дальше жизнь покажет, но тут это важно, все-таки, действительно, не столько влияния, я все-таки же и не считаю, что Трампа выбрали, значит, российские боты, не считаю, потому что все-таки у него были социальные и политические основания для того, чтобы за него голосовали, но вы просто, сама фигура, то есть, знаете, все слухи о том, что его подобрало, там, где-то когда-то, значит, КГБ, ФСБ и так далее, и начали его вести, это вполне могло быть, но это уже другое немножко влияние, это влияние на кандидата, а не на избирателя, да, то чтобы сформировать такого кандидата, так на него повлиять, чтобы он вот как бы выполнял потом, что нужно, или иметь такой компромат на него, значит, которым его дергать, многие считают, что так оно и есть, но еще раз говорю, это влияние не на процесс, а на вот фигуру, которая, в конце концов, была поддержана многими американцами, а что касается чисто технологий, ну, смотрите, что они сделали в 2014 году со своими технологиями, они тоже были, и были, кто может забыл, массовые ДДОС-атаки во время выборов, и первых, и вторых, и защиты никакой не было в Украине, тогда вообще никто этим не занимался, и ДДОСили, и вежлив, да, влезли в сервер Центра Сбиркома, да, повесили на 15 минут табличку, о том, что лидирует Ярош, торжественно показали, помните, там 53%, торжественно показали по первому каналу российского телевидения, и все, потом кто-то, значит, очнулся, выключил розетку, из розетки сервера, перегрузил его, и Ярош пропал, я так до сих пор, честно, вообще не понимаю смысла все это, все это безобразие, а помимо того, что все-таки защита стала лучше в Украине, безусловно, за эти годы, помимо того, что все-таки, значит, какие-то средства защиты есть, не надо забывать о другой вещи, ну хорошо, вмешательство в подсчет, у нас мокрые бюллетени с мокрыми печатями до сих пор, ура, и это наша победа, это прекрасно, конечно, наша техническая отсталость, нас же и победит, их же и победит, нам же и поможет, вот, я сейчас не буду все рассказывать, у нас был случай, когда один из вирусов, который они запускали, за последние там 3 года, если вы помните, начал поражать все системы, которые, которые базирулись на одной операционной системе, и вот они ходили, тут все выключалось, тут на телеканалах, все остальное, я сейчас не буду говорить конкретно кто, чтобы не помогать товарищам, вот я знаю одну организацию, где стояла старая сетевая операционная оборудование, старая древняя, лет 15, ничего не получилось, не взяло, потому что оно-то рассчитано на другие, на новые операционные системы, а там стояло древнее, и ничего, все работало, поэтому, мокрые печати и бюллетени, это наше все, нельзя от него отказываться, никогда, никакие электронные голосования, никакое, это можно баловаться, но обязательно, рядом с компьютером, должна лежать вот эта вот, папка бумаги, с печатями, вот, которые можно перепроверить, поэтому, короче говоря, в манипуляции с подсчетом не верю, в игры с центразбирком и сервером, теоретически, да, может быть, вот, но это чисто, пиар, чтобы отработать какой-нибудь заказ, чтобы показать, что у этих хохлов ничего не работает, вот, и, между по телевизору, нет, по соцсетям, да, я думаю, что будут запущены, тоже запускаются боты, в большом количестве, но у меня есть большие сомнения во влиянии соцсетей массово и бота, в том числе, на нашу аудиторию. Это вот с точки зрения технологий, а вот если с точки зрения политических технологий, вот, тоже те же самые вопросы, то есть, ведь демократы очень хорошо выехали на эту идею и не дали, по сути, Трампу даже опомниться после там его победы, они мгновенно стали ему говорить, что вот, то есть, возможно, возможно, ты пришел к власти, потому что тебя поддержала Россия, и вот это возможно, она вот, собственно говоря, тоже повлияла, ведь на политику штатов, и все это продолжается, и Мюллер, и скандалы, и посадки, и Монафорт, и много чего. Вот в Украине, не с точки зрения технологий, а вот с точки зрения политтехнологий, когда два кандидата приходят, но с носу, и один и другой говорит, какой-то, это все дело России. Вот тот, кто побеждает вот сейчас, его к власти привела Россия. И что будем делать дальше? Ведь у нас же уже сейчас идет нагнетание этой ситуации. Как-то готовят нас к этому, если оружие висит, вот может оно выстрелит, или не выстрелит? Учертованно. Понимаете, конечно, есть вещи, которые, вот спекуляции на внешнем влиянии, оно безусловно будет. Как они повлияют на людей, как, да, риск существует, конечно, но вообще, я бы сказал, тут глубже. Это не просто там, в этом обвинении того, что вот он из Москвы, на самом деле, никто из победивших, я вот думаю, что нельзя будет уверенно доказать, и показать всем, что это кандидат от Москвы. Это невозможно. Так у Трампа вон, мы ведь тоже видим. Нет. Трампа там, понимаете, немножко другое, все-таки американская система, немножко другая, это все-таки сверхдержава, номер один в мире. Вот. И поэтому, и потом вся эта история с российским вмешательством, на самом-то деле, это инструмент, как правильно сказали демократов, для того, чтобы не дать Трампу осуществить то, что он хочет. Хотел бы, наверное. То есть, он может быть хотел победить с Владимиром Владимировичем, но в этой ситуации потому, что да, он подтвердит обвинение в том, что он агент. Все. И поэтому, вот эти все встречи срываются, они не происходят, там, контакты, это раз. Во-вторых, не надо забывать все-таки про эстеблишмент американский, который существует. Я когда-то одного политолога американского спросил, а почему Трамп выбирает на места и предлагает в Конгрессу насиловиков, всех людей, которые не не совпадают с ним по убеждениям, которые противоречат его убеждениям. Он же хочет подбить с Россией, подружиться. А он всяких ястребов ставит. Болтон, всякие Мэтисы, который подошел. Но что он посмотрел на него и говорит, а других нет. То есть у нас все такие. Интересно, да. Поэтому как-то выбирать несколько. Поэтому он сам по себе уже ограничен в этом возможности. А у нас, поскольку таких уже традиций нет, серьезных эстеблишментов, есть не столько проблема, не столько обвинений кого-то в том, что он на Москву работает. Еще раз говорю, мы к этому привыкли, у нас постоянно кого-то обвиняют, что на Москву работает. А в более глубоких вещах, то есть в тех глубоких проблемах в обществе и отношениях к серьезным вещам, которые в процессе выборов вот эти различия в этом отношении, оно действительно, как говорят некоторые социологи, с ними согласен, может вновь породить новый раскол общества. Это гуманитарные вопросы, прежде всего, это язык, это вера. Да, это, ну, я бы не сказал, наверное, Донбасс, потому что все-таки отношение к Донбассу так или иначе у многих людей уже сложилось. Вот. А кандидаты, кстати говоря, надо отдать им должное, все-таки не спекулируют на этой теме сейчас. Кстати, никто, ни власть, ни оппозиция, и это правильно, потому что это очень опасная тема. Я имею в виду, они спекулируют, они не предлагают простых решений и очень сложных проблем. Но, во-всего в случае, пока. Пока. Не знаю, как дальше будет. Вот. Потому что все понимают, что вопрос сложный, не имеющий одного прямого решения прямо сегодня. Вот. А вот такие вещи, это геополитика, конечно, тоже. То есть, это попытка создать ядерный электорат, то есть, собрать ядерный электорат вокруг себя, она тут же приводит к тому, что остальной электорат становится, во-первых, неядерным, во-вторых, появляется возможность ему тоже собраться вот у какого-то ядра. Пока его нет, но оно может появиться, во-всего условия, вот это разделение, вот появление этих, значит, линий, оно для такого расхода создает. И это, в принципе, может в будущем быть рискованным для страны. Вот эта проблема более серьезная, чем обвинение кого-то, кто работает на Путин. Ну, и последний вопрос, фактор Майдана. Вот Януковича осудили, дали ему 13 лет, по-разному можно к этому относиться, но вот я обратила внимание, что, когда говорят о кандидатах в президенты, уже не говорят о том, а где ты был во время Майдана. Помните, где ты был во время Майдана? И вот то, что никто не спрашивает у Владимира Зеленского, а где он был, когда был Майдан, это не потому, что я хочу, чтобы этот вопрос был задан, а потому, что ведь раньше он был очень значим, еще несколько лет назад. и вот это что? Как вы для себя это объясняете? Это важно или не важно? Потому что время проходит естественным образом, это раз, а во-вторых, вы, кстати, заметили, что значительно меньше людей с каждым годом волнует о том, а что же там на Майдане случилось. Ну, это естественно, время идет, и за эти пять лет много чего уже произошло. Смотрите, война у нас случилась после этого, после этого, как говорил, Жванецкий, еще более тяжелые мирные годы, но... Да, как бы не было грустно. поэтому очень много событий, очень много всего, и в общем, люди, у меня такое впечатление, что, конечно, очень многие устали разбираться в прошлом, они сосредоточены на настоящем, даже не в будущем, а на настоящем. Так много проблем в настоящем, что решаются вопросы сегодня и сейчас. Ну, и с какой-то легкой надеждой, что, может, дальше будет не хуже. И поэтому весь этот вал впечатлений, эмоций, проблем сегодняшнего дня, он, конечно, закрывает все, что было тогда. Хотя, конечно, понятно, что оттуда все началось. Я, кстати, тоже не считаю, что... Ну, это нормально, да, потому что понятно, что все началось тогда, но у нас действительно столько проблем сегодня, что постоянно разбираться о том, кто где был 20 февраля, ну, не хочется. Да не интересно уже это никому. Как ни печально, ни прискорбно. Да, конечно, надо вести до ума эти все расследования, хотя они могут продолжаться и 10-15 лет, как мы знаем, под аналогичным случаем, например, в Литве, да, где 20 лет шел процесс над теми, кто стрелял тогда в руки или башни. И поэтому это может казаться долго. На самом деле есть же два аспекта. Есть юридический, есть политический, моральный. Да, хотелось бы, конечно, чтобы были какие-то сроки, но давайте честно положить себя на руку. Кто испытал облегчение от того, что Януковичу дали 13 лет? Да никто. Ну, вообще это никто не ощутил. Да вообще как-то никто, ни Янукович это не ощутил, ни мы это не ощутили, ни люди не ощутили. Да, этот процесс надо было закончить когда-нибудь, конечно, потому что на самом деле он простой, как дерево. И это не тот случай, когда надо было разбираться во всех остальных там подробностях, потому что речь идет о конкретном письме, конкретной бумаге и все. Вообще его надо закончить раньше и не пускаться в длинное разбирательство. И мне кажется, что в этом смысле суд пошел, честно скажу, там не по пути адвокатов Януковича. А на самом деле есть политическая и моральная ответственность. Она не прописана в законе, в Довом кодексе и она для каждого своя. Янукович для многих, для огромного количества людей останется, значит, врагом и преступником, а для другого количества людей менее значительного останется предателем навсегда. Навсегда. не очень хороший конец для политика. Поэтому он может давать бесконференцию, может что угодно говорить. Он там предатель, я имею в виду, в Донецке, в Луганске, для тех, кто поддерживает его дело. А для всех остальных, которые живут в Украине, он просто враг. И это на самом деле самые сильные приговоры, которые не заменят ни один суд. Потому что после этого суда, который будет, будет апелляция, потом будет ЕСПЧ, потом все это будет. Это не важно. Важно то, с каким приговором человек ушел со своего поста, а с какой памятью о себе у людей ушел с этого поста. Понимаете? И все. А этот уже приговор написан. И уже утвержден в головах людей. Вот на этом я, наверное, и закончила бы интервью с Александром. Потому что, наверное, это напоминание всем политикам. Вот просто хочется акцентировать на это внимание. Но все-таки в качестве прогноза позвольте еще один маленький вопросик, что называется. Каким будет этот февраль? Чего вы опасаетесь февраль и марк еще до выборов, до первого тура? Есть что-то, о чем вы так все-таки, что-то вас беспокоит? Все вроде и хорошо. Как вы сказали, ну такая ведь не триллер, вот такая легкая мелодрама, и все вроде как-то понятно. Честно, компания меня радует. Меня все радует сейчас. Потому что не триллер. Нет, честно, я ожидал, что будет хуже, но, на первых, может все еще впереди. Но на самом деле идет нормальная совершенно компания в меру черная, в меру грязная, пока в меру. Может, к марту кто-то готовит бочки нечистот, я почти даже в этом уверен. Но пока что обливание грязью идет в общем в умеренных количествах. Да, я, честно говоря, и просто потому, что у нас компромат не работает уже давно. Это сразу же сказано. Ребята, никакого компромата быть не может, потому что он не работает у нас. Поэтому не тратьте сил Кумы на всю эту историю. Два, будут громкие слова, будут громкие заявления, будут какие-то документы, выбрасываются и все остальное. Но это в рамках обычных европейских компаний. Я очень хочу, чтобы все в результате этой компании остались живы. Вот это самое главное. И в этом смысле меня радует и обнадеживает, скажем так, позиция МВД, например, которая понимает, мне кажется, что это самая главная опасность. Но об этом не постоянно наши партнеры говорят, что, ребята, все что угодно, только не вот этот народ на улицах с вооруженными автоматами, которые штурмуют избирательные участки и избивают кандидатов. Вот этого нет. Вот сделайте все что угодно, чтобы этого не было. И у меня такое ощущение, что они хотят сделать все, чтобы этого не было. Смогут или нет, жизнь покажет. Но во всяком случае хотят. Поэтому главное, чтобы все остались живы. Главное, нам всем по итогам этого процесса не только февраля и не только апреля, а октября и ноября, о котором не будем забывать, сохранить страну, потому что мне кажется, что хватит нам терять территории, надо действительно их возвращать с людьми вместе и людей. И нам очень важно понять, что страна такая, какая она есть, а не такой, какой мы хотим ее видеть. Потому что мы должны ее перестраивать, мы должны ее менять, но это процесс длительный, который на этом пути надо быть настойчивым, убежденным и деликатным одновременно. Александр, спасибо вам огромное. Спасибо, что добрались до нас. Спасибо огромное. Александр Мартыненко, глава Интерфакс Украина был сегодня у нас в гостях, за что мы ему, конечно, страшно благодарны. А вы оставайтесь, мы продолжаем наши эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...